всем ребят привет сегодня у меня очередной выпуск выехали мы сегодня на коп вдвоем с евгений приехали на одну деревню впервые я ее на картах нашел отыскал на старинных картах ее нету но на одном из сайтов и на английском языке который фигурирует как деревня и здесь ямки там куда мы изначально приехали там вообще как лунный кратер знаете такой ландшафт как со спутника смотришь на луну все перекопано там я даже не знаю все равно мы там остались если кто-то копал там значит находки были но к сожалению мы там ничего не отыскали вот но немного перейдя вот в этих вот леса которые у справа это клён а клён как вы знаете постоянно растет в тех местах где были деревни и в этих клёнах находятся дымовые ямы я прошел с грязи по колено здесь как бы снег только сошел недавно даже здесь вот на поле начинаешь копать и земля такая влажная что я бы сказал даже болото какой-то здесь вот в сапогах проходишь и все чавкать под ногами где-то здесь я его жду там я видел дымовые ямы я просто удивился тому что здесь тоже кто-то копал и даже шурфил очень много советского там мусора было вот из шурфов я поднял пару бутылочек тот кто копал здесь видно бутылки не собирала просто складывал и меня заинтересовали две старые бутылочки это ранние советы может быть даже царской имеет форму бутылочки и такие бутылки я собираю они похожи чем-то на микстурные вот но так как я большую часть находок сдаю в музее краеведческие школьный я такие бутылки тоже собираю чищу и со всеми находками которая связана с краем я сдаю в школьный музей пусть ребятишки видят смотрят и интересуются хочу сейчас переехать жду евгения на другую деревню женька он пытался там зашурфиться не знает долго уже нету может быть и зашурфился но если вы меня видите значит у нас принципе сегодня день удачной находки у нас есть и она того стоит чтобы посмотреть именно данный видеоролик так что вот так вот вступление сделал это самое главное если делаю вступление находки у нас имеются так что продолжаем смотрим и так ребят покатались мы сегодня в изобилии видео я как бы не начинал приехал я вот на такой шурфик и решил забуриться снял небольшой слой старого грунта как вы видите старая все сделал пару капков был сигнальчик и аська выкинул вот такой сигнал и сигнал довольно таки приятный тем что это 20 копеек юбилейные офигенная находка классная классная находочка 50 лет советской власти вот такая вот классная зачетная монета же не пошел по старой дороге на там прогуляться сосеньки не знаю чего не там получится но у меня уже я считаю успех есть всего несколько штуков сделал и выпала монета здесь любопытные факты такие какой-то экскаватор здесь был и так ребят хочу вам показать кое-что сегодня моему взору пришлось увидеть вот такое здесь смотрите дымовая яма здесь дымовая яма и здесь вот трактор непонятно что делал я вот не могу понять то ли здесь пытались зашурфиться или что-то в этом роде порядковые дома шли вот раньше так вот и не знаю будет сейчас вам видно нет вон там вон тоже такая же ерунда но я не поленюсь сейчас подойду и вам покажу вот домовая яма то есть это порядковый ряд домов был вот такая здесь вон яма кругом ямы ну ладно сейчас подойду вам покажу вот смотрите ребята что здесь не знаю что здесь хотели показать непонятно если у вас есть какие-то варианты отпишитесь хоть буду знать что трактор здесь хотел что-то сделать я вот не могу понять ладно сейчас еще наверное полчасика покопаем и в путь дорогу солнце у нас пока висит значит и нам пока собираться еще рановато идем смотрим не так ряд продолжаю коп поднял я уже вот такое количество находок с этого шурфа и был еще один сигнал сейчас я вам покажу вот он кругляшок и хочу с вами посмотреть что это это у нас золото партии старый герб проглядывается ну и по размеру наверное трешка да наверное трешка к сожалению сказать что именно не могу но проглядывается желтый металл по размеру трешечка ну а года наверное 50 потому что все находки этого периода здесь лада идем дальше и так рядом с трешкой был еще один сигнал и выпал вот такая тубу до похоже на часы но чего-то внутри ничего нету дает часы были вот такая хреновина ну ладно возьмем здесь вот просто нормально обилие находок так что идем именно в ту сторону итак ребята находка находка классная пока я его привел в порядок хотел определить что за монета думал советик раз здесь советский фундамент но не это здесь смотрите оказывается монета царская николая 2 1 2 копейки как вы видите силуэт проглядывается наверное все таки какой год 1800 болен не знаю немножко не видно потому что очень сильный окисел но видно что одна вторая копейки вот такая монета с другой стороны привести в порядок венделя не получается но хотя н проглядывается вот такая вот царик царик выпал между прочим все три находки которые последний я вам показывал именно с того места и я его просто напросто прозваниваю вот в этом месте три находки трешка часики и царская монетка здесь я уже прикапываю то есть оттуда слой снимаю и закапываю свою яму чтобы меньше потом приходилось закапывать ладно идем дальше не так ребят еще одна монетка я с уверенностью могу сказать что это монета советская красная и по размеру 10 копеек ну да номинал монеты 10 копеек 1955 год да все пляшет от 50 года хотя 1 2 копейки 1909 у нас попалась ладно идем дальше и так очередная монетка круглая в принципе считаю большая и вот она вот такая вот и земли у нас вышло что это у нас это у нас вроде как советик но не знаю сейчас я его немножко свяжу если что-то интересное то покажу а в целом это у нас советский пятачок по размеру я судю так вот монетка до герб проглядывается и так надеюсь какой ценный редкий ладно если интересно еще покажу итак очередной сигнал и это у нас монета советская 15 копеек год 56 такие вот 15 копеек фух устал я уже ребят шурфить поднял я еще три монетки после пятачка пятачок у нас оказался сорок шестого года шурфики а свой уже засыпаю вот здесь в принципе еще на полдня вот этот холм нужно срезать радует то что глубоко копать не надо всего на штук лопаты дальше у нас идет маячок запутка советская бутылочки с резьбой крышки он крышечку нас лежит от одеколона или что-то в этом роде в принципе не особо но я думаю сегодняшний куб состоялся и видео я все же опубликую поднял уже нормально больше десятка монет вот смотрите вот такое количество я уже монетка поднял пятнашка двадцатка копеечка вот так вот ничего в целом нормально пойдет не так ребят вот сижу и думаю здесь какой-то умелись был народного творчества вот монетка царская 2 копейки проглядывается у нас александровская 1814 года и она имеет вот такую сферическую конусную наверное форму и до этого я еще поднял одну непонятную медную хреновину вот она я так не смог разглядеть его я вам не показывал что это такое но это медное что-то толстый было это наверно тоже была монета вот так какой ты здесь умелись был идем дальше солнышко нас еще есть стоит мы пока копаем как за горизонт по традиции и собираемся итак ребят пришло время к завершению последние силы отдал на заваливание шурфа что я сегодня накопал то я сегодня и закопал после себя я вот такой вот никогда не оставляю это прошлый год шурф не знаю кто то здесь начинал шурфил я собой все присыпал кирпичи я вся скидывал в саму дымовую яму получилось вот так вот по находкам в принципе сегодня неплохо судя по тому как день начинался начну с царей двушка царская это у нас александровская потом какая-то лабуда толстая возможно монета но не знаю после чистки посмотрим зачетная 1 2 копеечки 1909 года 1 2 копейки николай по советам пятачок какого сорок шестого трешка 55 двадцатка классная вот такая юбилейная двадцатка 61 двушка какая-то две копеечки затем пятнашка 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 все 50 какого-то года и червоинц тоже какого-то 50 какого-то до 55 ну и что вот такая вот баночка из-под вазелина конечно оставим здесь она мне ни к чему и вот такие вот часики тоже мне ни к чему они внутри совсем пустые ну и все вот так вот мы все сделали в принципе откопали еще вот такую вот железяку оба створка от печки вот так что да кстати может я его возьму потому что она тяжелая наверное все таки возьму как некоторые подписчики говорят саня забирай чермет хоть бензин оправдаешь ну да так я и поступил теперь собираю чермет и так ребят на этом я буду заканчивать сегодняшний день день сегодня был тяжеловатый тем что очень много совершили поездок съездили на одну деревушку на вторую на третью и в итоге решили поближе к дому зашурфиться евгений у нас уехал где-то примерно именно когда я пятачок поднял у него одна монетка всего-навсего трешка 46 ну и в принципе все здесь ему не понравилось и он поехал домой ну я немного наковырял сами видите вроде бы как для скольки 33 часа я шурфил и находки в принципе у нас были но все равно я люблю шурфить не такие фундаменты а там где по 100 200 монет выскакивают за шурф один так что были у меня такие шуфы где 200-300 монет из одного шуфа вытаскивали правда не за раз он в день где-то около 50 монет у меня выскакивала всегда но к сожалению таких шуфов у меня больше в запасе нет так что будем копать и искать новые места так что вот так вот не обессудьте кладов золота нету потому что как говорится у меня все по чесноку что откопал да и показал сейчас очень большого обилия в ю тубе появляются 2018 год золото нашел серебро нашел конечно забавно очень забавно некоторые сюжеты посмотреть сразу видно что видеоролики подставные так что ну так вот на этом и закончу так что извините сенсации у меня сегодня нет золото серебра тоже нет советики советики еще раз советики ну на этом и все хорошего сигнала вам под катушку поменьше гвоздей ковырять пробочек и всего прочего ну и здоровья конечно все всем пока и удачи и 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